так давай ответим на вопросы а ну еще вот twitter перестанет учитывать ссылки и картинки то есть 140 знаков теперь без ссылок раньше достаточно сложно было ну хотя 140 знаков мне всегда хватало когда я в твиттере писал я почти год назад прекратил этим заниматься надо каждый раз мы говорим надо надо здесь и не хватает где днем просто не хватает времени на это так что вячеслав что случится системой егэ и огэ после 5 117 мне просто не будет потому что она абсолютно не нужно я думаю что за это проголосует абсолютно все сколько потребуется бойцов 2017 году от 1 до бесконечности тут же понятно что от одного до бесконечности может потребуется может и один боец все решить если он стоит за спиной у вову с пистолетом то есть если кто-то из фасовушник я вполне это допускаю хотя это не самый лучший вариант развития событий ну я тоже допускаю а мы новость сегодня пропустили одну весь состав мариинского оркестра сыгравший в пальмире награжден боевыми медалями представляешь какие воины вил воин-вилончелист рал дугин такой воин-вилончелист генерал виолончелистских у нас есть саратове один деятель который любит занимать какие-то должности и шить себе костюмы принимает первого рот и веса лет наверно в первую очередь принимает постановление что у его должности должны быть официальные там мундир и погоны и так далее вот надо теперь волна рал дугину тоже подписать какое-нибудь постановление о том что у них должны быть эти погоны шаги там генералы и вилончели на полу и скон генерала там кто то офицеры вилончели не только на это да она звездочки видела золотые и золотые и золотые или же или как собирать бороться армия путина при революции вообще-то это наша армия российская я думаю что она во время революции будет бороться с путиным в том числе а вы зачем армию от народ отделяете вы их спросить я очень часто общаюсь с армейцами они да да у них даже мысли нет в том что они будут когда путина поддерживаться нам почему армию уничтожал потому что просчитывал все эти варианты мы помним что в третьем году в 2003 году когда был ну там всякий но не в целом я так понимаю что этим фсо занималась или фапси кто-то провел исследование социологически в армии и задавали вопрос готовы ли они с оружием в руках бороться против действующего режима тогда 38 процентов сказала да это военнослужащих после этого действующую армию фактически под ноль зарезали потому что они понимали что это их враги так что ну она как-то изменился они откуда с марса что ли военнослужащих привезли они также те же самые ну ну в смысле может быть это другие люди но это те же самые люди а у них абсолютно такой же мировоззрение вячеслав какую личную ответственность вы несете случаи провала 5 11 17 в случае провала но я думаю что в случае провала ответственность будет полный как же вы думаете кто-то кто-то если мы проиграем то те кто победят навряд ли нас по пощадят даже у меня нет ни одной мысли на этот счет я на это в общем-то и не рассчитываю но честно говоря я этого и не боюсь что будем делать смело каково количество нашей армии ну различные источники дают до 600 тысяч ну 500 там с чем-то но уж понимаете если там 100 тысяч призывников в этой армии какое-то там количество сто восемьдесят тысяч это всякие контрактники и прапорщики и так далее там я не знаю откуда они столько набирают но и понятно что оттуда включают они внутренние войска если мы посмотрим то получается что половина людей в армии и это не боеспособный состав то есть это те которые просто занимаются обслуживанием каким ну посмотрите если взять министерство обороны само министерство обороны там битком набитой людьми которых никто не скорочает а зарплату поднимают ночью они воевать что смогут там либо были пузатые там либо и ночью понятно кто поэтому реально боеспособных войск не так много но я опять же повторяю чем больше боеспособных войск тем больше нам помощь почему потому что все боеспособные войска естественно будут на нашей стороне да слава ты понимаешь что праймерис на волне перемены могут быть фальсифицированы что думаешь по этому поводу если я я конечно понимаю но если представляете я вам сейчас начну говорить что такое возможно то а вдруг этого не будет а вдруг их не фальсифицируют да тогда получится мы будем думать что могут фальсифицировать и не будем участвовать поэтому я предлагаю посмотреть попробовать и так далее мы видим что сейчас по многим на многих ресурсах проходят выборы президента российской федерации да и вот мне сегодня сергей очень сильно удивил найдя несколько таких ресурсов и как оказалось на всех ресурсах я побеждаю как кандидат ну это неплохо почему нет почему бы здесь не попробовать да но и мне кажется что все таки если такое случится да и праймерис будут фальсифицированы то нам это даже можно сказать на руку как бы это может быть парадоксально не звучало потому что если сейчас есть какая-то группа людей наших сторонников и группа людей которые к нам относятся настороженно то если праймерис со стороны парнаса будут фальсифицированы то люди которые будут настороженно к нам относиться они наоборот более лояльно к нам будут относиться потому что но если уж с нами таким образом да откровенно нечестно играют то наверное мы представляем какую-то действительно силу и в общем-то с нами будут считаться но мы конечно будем надеяться что этого не случится и вообще нужно относиться к парнасу все-таки ну как каким-то нашим союзникам конечно союзникам безусловно и не нужно как бы лишних врагов а симмунизировать и лишних врагов в нынешних условиях уж точно искать не нужно у нас их хватает поэтому наша задача наоборот всех объединить я в этом только свою задачу вижу в том чтобы объединить если кто-то думать что мальцами свою задачу чтобы сделать в одну харю революцию не получится сделать в одного то есть нам нужно всем объединиться вот спрашивают тут говорят что собр и омон будет стрелять в народ я вас очень сильно удивлю если вы узнаете что многие очень серьезные руководители собр фанаты нашей программы постоянно нас смотрят вместе с семьей и всячески поощряют и обнимают и целуют меня встречали на улице говорят вот он наш кумир вот наш молодец и так далее давай давай поэтому вы немножко абстрагируетесь вот находясь в информационном мире вы вернитесь на землю и поймите что эти же руководители они живут здесь же в нашем мире они ездят туда на северный кавказ им там приходится воевать в том числе до подставлять свою башку они видят что происходит в окружающей реальности у них есть мамы и папы которые получают мизерную пенсию которых обманывают я им присылают на коммуналку они видят какие рожи собирают деньги закап ремонт и все так они все это видят они чушь дурачки что они не дурачки поэтому давайте не будем их тоже в том числе демонизировать есть определенные категории до таких вот верных упырей лови да ну я не знаю они тоже не слабоумны посмотрим как они поступят если мы будем сильны и я уверен что они будут громче всех кричать как они больше всех любят революцию поверьте вячеслав как вы относитесь к национал социалистам ведь мы будем с вами по одну сторону баррикад ко всем кто с нами по одну сторону баррикад мы относимся весьма положительно поскольку вот когда говорят о национал социалистах то вы представляете какая прият совершенно разных мировоззрений пока один высказывает мировоззрение совершенно противоположные другому и те и другие называются национал социалистами потому что так модно себя называть да поэтому у нас сейчас единственное мировоззрение должно быть общее и заключается в том что дальше в россии так жить нельзя нам очень плохо здесь русским людям и не только русским людям но и всем остальным гражданам россии поэтому для всех граждан россии ну конечно и для русских мы хотим лучшей доли вот и все то есть в этом мы едины либералы национал социалисты и какие-то ультраправые совершенно там невероятные какие-то которые на поверку все равно одну оказываются более нам приятными и более нам понятными чем те которые служат путину вот их я уж вообще не понимаю не ну я понимаю если они там дураки ладно они там не врубаются если они предатели хотят уничтожить россии тоже я понимаю если они там как некоторые совершенно ничтожные люди получили кусочек вот так эти вот казаки которые на навального им там денежку платят тоже они понятны ничтожные мы получают какие-то денежки так далее но есть же совершенно необъяснимые какие-то ребята их такая достаточно большая категория который вот они за действующие режимы за путина у них ни работы нет там не пожрать нет и и мозг есть они как-то анализируют они там слушают этого вот федорова так что-то они слушают там киселева и у них как какой-то свое мировоззрение родилось причем систему очень стройная вот они совершенно для нас непонятны и они для нас опасны очень опасно имейте ввиду и когда все начнется вот этих людей таких как вот этот атаман трансвестит и таких как вот эти мы должны нейтрализовать самыми первыми чтобы они вообще вот они могут зажечь гражданскую войну вот они могут поджечь поэтому их нужно будет нейтрализовывать первую очередь просто сразу и очень жестко спрашиваю 2013 году вы говорили что крым надо забирать как это покомментируйте это было не в двенадцатом году а в тринадцатом это был году у нас целый месяц мы вели дебаты по этому поводу и вы уже говорили на тему миллион раз два миллиона миллиона раз что целый месяц и для нас было очень сложно для меня лично все пережить у меня папу из партии выгнали в свое время за то что он написал статью о хрущеве что тот вот придурок что отдал крым понимаешь и вот как-то это такой был семейный дел я первый раз ощутил до наружное наблюдение еще в утробе матери то есть гибуха посла реальные так далее и попрессовали потом выгнали из москвы и он в министерстве внутренних дел академии работу представляешь в академии министерства преподавал его выгнали из москвы потому что вот он такой против советской действительности он такой диссидент вот и конечно для меня это очень сложный вопрос был и я счастлив что я принял правильную сторону я просто счастлив то есть я сделал все правильно долго это было с болью это был очень серьезный процесс и но мы говорили сейчас передергивает мы говорили несколько о другом мы говорили о том что когда был майдан мы говорили что в крыму должен быть свой майдан мы говорили что это возможность сейчас решить безболезненно поддержав вот это движение народное решить безболезненно очень многие вопросы а противопоставляя невозможно решить вопрос никакие то есть переходя на сторону януковича там и так далее то есть те жители крыма ставят себя в заведомо худшее положение и в том числе и вот жители днр и лнр ну видишь тогда как то может быть нас никто не услышит поэтому вот какие-то резкие высказывания выдернуты из контекста я думаю не имеет смысла и как тут везде вставлять так далее потому что они не совсем точны это рассуждение вслух то что происходило течение месяца это рассуждение вслух но к тому же в этих рассуждениях уж точно речь не шла а конкретно таком как было сделано за безусловно вообще то есть если говорили мы говорили о том что власть принадлежит народу в том числе на той территории на которой он живет безусловно то есть кому принадлежит власть в крыму тем кто живет в крыму но мы далеки от мысли были что нужно крым делать путинский что власть в крыму принадлежит путину то так далее так чё какие еще вопросы что будет жириновским да ничего мы говорили ну а чё с ним будет ничего с ним не будет конечно от него было очень много вреда и правовую оценку этому я думаю стоит дать ну он уже совсем старый сам подохнет так что я не думаю что имеет смысл с ним что-то какой-то там конкретное какой-то судилище нам достаточно много народу придется осудить хотя многие не согласятся с этим мне кажется лично мое мнение что его можно официально совершенно отправить в брюссель поставить его на центральную площадь и уехать и все вспоминаем разговор да о том что он сказал что умирают люди в брюсселе это нам на руку пусть продолжают дохнуть там взрывы в европе это на руку россии так далее посмотрим что в брусселе с ним сделают после этих слов вот родственники погибших до во время терактов что они сделают дживеновским который сказал что теракты это выгодно и для россии это хорошо пусть подыхают ну то есть совершенно как бы предоставим вот она воля народу предоставим его воде народа весело что ждет министерство спорта развитие спорт физкультуру ждет конечно после революции всегда развивается и спорт и физкультура самый главный физкультура почему-то мы заточены на спорт а надо затачиваться именно на физкультуру на развитие на поддержание здоровья всего населения и к этому нужно стремиться это должно очень хорошо финансироваться то есть у людей должен быть стимул быть здоровыми не курить не пить так далее употреблять наркотики и здесь нельзя обратным путем это решить то есть нужно стимулировать здоровый образ жизни а не наказывать за нездоровый то есть вот путинская система любая фашистская система она наказывает за нездоровый образ жизни а нужно оборот пропагандировать здоровый да чё ты и не жевать камыш тоже обязательно турник в каждый двор как вы этот говорил покойник как его господи трахтенберг да что если бы от физкультуры была хоть какая-то польза то в каждой еврейской семье висел бы по три турника вячеслав были вы в селе собурово в собуровке имеется ввиду собуровка конечно бывало неоднократно и много раз и это село имеет непосредственно отношение к моим корням очень часто рассказывают что название села произошло все краеведы от воеводы который был в саратове собуров но никто не говорит что село собуровка появилась раньше чем воевода с фамилии собуров совсем по другой причине это село было названо собуровка да и назвали его мои родственники так поэтому я имею отношение к этому силу что будет с нодовцами и федоровым ничего но они вылечиться они будут самыми нашими главными этими мы уже говорили они будут бить себя в грудь и будут самыми главными патриотами им расскажут по телевизору что путин все украл что эти там злодеи и все нет вопрос того сам федоров им все это не не рассказал когда все случится поэтому все эти нодовцы они будут ходить стройными рядами кричать и вы еще путики да надоели они были на эти революционеры поганые замучили нас уже и будет уже и еще будет вопросом как оградить вот фигурантов уголовных дел от этих нодов здравые же нодовцы их и гормали да да это но эта особенность такая любой революции поэтому мы это прекрасно и объективно понимаем были в северодвинске нет не был северодвинске вообще там на кольском полуострове и на ой на мурманске в архангельске в общем в тех местах on на кольском пола острова и на той части которая архангельского как место находится где двина где котлус где архангельс как все эти местные В общем, Архангельская область. Я не был ни на Кольском полуострове, ни в Архангельской области, ни на Ямале, не был там на северах, хотя очень... Только в Собуровке. Только в Собуровке. Ну, не только в Собуровке, а даже на Дальнем Востоке был, представляешь, во Владивостоке был. Что делать с азиатами, гражданами РФ, которым Путин раздал гражданство? Ну что, мы, конечно, по гражданству будем проводить очень серьезную ревизию, безусловно, очень серьезную ревизию. Но, как вы понимаете, значительную часть мы, так скажем, не то что лишим гражданства. Мы не будем никого лишать гражданства, метод будет очень простой. Мы создадим новое государство, назовем его там, да как угодно, Русь назовем его, да? Выдадим паспорта Руси определенной категории граждан. Другая категория граждан этих паспортов может не получить. По причине того, что у них есть свое собственное, свое собственное государство какое-нибудь и так далее. То есть, поэтому вот этот вопрос, он не очень сложно решаем, но не хотелось бы обижать лишних. То есть, масса людей, которые вот как вот этих вот, которых там побили сейчас на кладбище, потом куда-то погнали их и так далее. То есть, масса людей, которые приехали, получили за копеечку, а может быть и не за копеечку, это гражданство, трудятся и так далее. И ревизия будет стоять в том, что человек в 2003 году приехал, до 2017 года пахал, как папа Карла. Не совершал никаких правонарушений, не курил куришку, не бухал бухашку. Ничего нам его трогать, зачем? Ну пусть он работает, зачем он нам нужен? Если он, да, он приехал, торговал наркотиками, конечно мы его отсюда вышибем и быстро вышибем. Если он ввел паразитический образ жизни, зачем он нам нужен? Ну и так далее. А если это работяга, который трудится, ну что нам его мучить? Время? Да. Спасибо большое за то, что вы нас слушаете. Просим вас регистрироваться на канале Артподготовка, на нашем запасном канале Безумная Гретта. Там ролики мы выкладываем, вы их можете тоже распространять, эти ролики. И плюс, значит просим регистрироваться на Волне Перемен и агитировать. Помимо того прочего, прошу у вас всех агитировать за голосование на праймере с Волне Перемен, за голосование за Мальцева. Да, и у нас, как мы уже сказали в начале, повторимся еще раз, появилась страница ВКонтакте. При желании вы можете добавить туда в друзья. Если вы не хотите там каким-то причинам добавляться в друзья, вы можете не добавляться, но следить, наблюдать, что там происходит. То есть информацию получать, страница открытая. И там в самое ближайшее время появятся агитационные материалы к предстоящему праймеру за Вячеславом Мальцева. Собственно призываем вас и в сети интернет, и может быть среди друзей, родственников, у кого какие возможности есть, эти агитационные материалы распространять. Да, и вот пишет, Слава Парнас не регистрирует. Да, некоторые пишут, что не могут зарегистрироваться. Как-то, Сереж, вот... Ну, это в частности мы уже выяснили, в частности большинство, там 90% таких жалоб, это жалобы из Крыма и из Севастополя, которые действительно не регистрируются. Но как же оно есть, я даже зарегистрирован от Крыма и от всей этой вот... Второе, у меня первый Сарат, Саратская область, а второй Краснодарский край, Крым там и так далее. Ну вот большинство проблем возникает почему-то именно оттуда, какая-то техническая проблема, может быть проблема с сайта, еще чего-то. Но я не знаю, насколько это честно, но, наверное, честно мы можем об этом сказать, что вы можете просто зарегистрироваться, указать другой город, да, например, соседний там Краснодарский край, я не знаю, любой другой город. И, в общем-то, проблема будет решена. Ну и опять же, у нас есть страница в соцсети ВКонтакте, есть электронная почта, если у вас какая-то проблема все-таки достаточно крупная, вы не можете зарегистрироваться, попробуйте написать нам, может быть мы как-то постараемся помочь. Хотя тоже за сайт отвечаем не мы, и мы, в общем-то, имеем такие же права, как и вы, и у нас, в общем-то, мы тоже наблюдаем только за этим процессом. Слава, был ли ты на концерте Роберта Планта? Нет, к сожалению, Планта у меня один из любимых певцов, так скажем, и составил этот зепельный, сольно, и не был я на концерте Планта, но слушал много. Роберт Планта, это, конечно, нечто. У нас менялись реквизиты, будьте внимательны. Да, спасибо, до свидания. Спасибо, до свидания. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok